всем привет в этом видео я покажу вам как сшить пижаму по новой выкройке сахарок пижама состоит из штанишек малообъемной формы и лонг слива с рукавом реглан выкройку как всегда найдете на сайте желток baby.ru также оставлю прямую ссылку в описании под этим видео отшивать рекомендую из кулирки или как я интерлока на манжеты репана итак начнем наш пошив с лонг слива выкраиваем детали так как я показала на видео в итоге у вас должно получиться две детали спинка и полочка две детали рукава две детали манжеты одна деталь воротника и одна деталь декоративной застежки по рукаву реглана у нас идет имитация застежки если вы не хотите ее делать то этот момент можете пропустить складываем и скалываем детали так как я показала на видео и прокладываем шов на прямострочной швейной машинке по краю по трем сторонам отступая 1 миллиметр от среза вот так в итоге у вас все должно получиться и теперь будем стачивать рукава с полочкой берем детали рукава и скалываем лицевой стороной с полочкой той стороной проймы которая короче длинная сторона проймы пойдет к спинке скалываем сразу две детали рукава и прокладываем строчку на оверлоке используя четырех ниточный шов заутюживаем припуски на сторону полочки и теперь будем скалывать деталь спинки складываем детали лицевой стороной друг к другу скалываем и так же прокладываем строчку на оверлоке вот так в итоге у вас должно получиться припуски заутюживаем на сторону спинки и прежде чем закрыть рукав и боковой шов предлагаю вточать горловину чего им детали манжеты и горловины в кольцо используя либо оверлок либо прямострочную швейную машинку по линии строчки горловины делаем надсечку не доходя до нитки 1 миллиметр и также находим середину у противоположной стороны складываем горловину пополам ходим левый шов рукава по спинке там у нас будет начало горловины и находим противоположную сторону то есть серединку и делаем надсечку шов воротника соединяем со швом лонгслива который у нас идет по спинке по левой стороне далее равномерно распределяем воротник из рибаны по всей горловине лонгслива так как я показала на видео при этом скалываем их иголками или как я прищепками прокладываем строчку 4 ниточным швом оверлока хвостик ниток который остается после завершения строчки прячем внутрь с помощью толстой иглы хорошенько отутюживаем горловину и вот так у вас в итоге получится и затем закрываем рукав и боковой шов одной строчкой складываем детали лицевой стороной друг другу при пуске закладываем в разные стороны скалываем детали прищепками или булавками и прокладываем строчку аналогичным образом закрываем 2 рукав и боковой шов далее нам необходимо втачать манжеты так же как и в случае с воротником складываем деталь пополам, надсекаем припуск и закладывая припуски в разные стороны складываем манжет пополам шов на манжете соединяем со швом на рукаве и равномерно распределяя манжету по рукаву скалываем деталям точно такую же операцию проделываем со вторым рукавом и прокладываем строчку на оверлоке равномерно растягивая манжет делаем подгибку низа скалывая его на ширину припуска утюжим и прокладываем строчку на распошивальной машинке либо с помощью строчки зигзаг еще раз утюжим все швы и нам остается только пришить пуговички на декоративную планку и приступаем к пошиву штанишек выкраиваем две основные детали штанишек лицевой стороной друг к другу то есть зеркальном отражении также у вас будет одна деталь декоративной планки две детали манжет и одна деталь пояса из рябаны берем левую детали штанишек и находим у нижнего среза середину сделать это можно по выкройке там есть специальная отметка берем декоративную деталь застежки заутюживаем на ней припуски по двум сторонам так как я показала на видео и скалываем ее лицевой стороной к основной детали штанов прокладываем строчку по линии скалывания на ширину припуска отгибаем деталь и прокладываем строчку по остальным двум сторонам вот так у вас в итоге должно получиться обязательно отутюживаем детали и приступаем к пошиву самих штанишек соединяем штанины в кольцо по линии шагового шва делаем это с помощью иголок или булавок и прокладываем строчку на 4 ниточном оверлоке обязательно не забываем отутюживать детали и заутюживаем припуски на линию спинки обе детали оставляем вывернутыми на изнаночную сторону и теперь соединим их по линии переда и спинки так как я показала на видео обязательно совмещайте припуски по шаговому шву закладывая их в разные стороны скалываем детали и прокладываем строчку на оверлоке далее также как и на рукавах у лунг слива втачиваем манжеты предварительно соединив их кольцом нам осталось только втачать пояс деталь также как и на кольце соединяем кольцом и складываем ее пополам, делая надсечку по припуску. Кто-то любит, чтобы шов на поясе соединялся с задним швом на штанишках. Я же люблю, чтобы он находился сбоку. Поэтому нахожу серединку по левому боку и начинаю скалывать детали с этой точки. Далее равномерно распределяем пояс по окружности основной детали и скалываем их. Стачиваем детали, прокладывая шов на четырехниточном оверлоке. Финально отутяживаем швы и наша пижамка готова. Осталось только пришить декор в виде пуговичек и я еще добавила имитацию завязки по поясу. Если это видео было для вас полезным и интересным, то ставим лайк, подписываемся на канал и не забываем нажать на колокольчик, для того чтобы не пропустить выход нового видео или выкройки. До новых встреч!